Ребь, здорово! Сегодня у нас гравийник от Аспекта, он называется Тревел Такое, ну, понятное название сразу О чем этот велосипед? О путешествиях, о поездках Сразу бросается в глаза, во-первых, что он храмолевый Во-вторых, что у него невероятно широкие колеса Ну и вам тут не бросается в глаза, но с моей стороны видно, что у него очень необычно Я бы даже сказал бы странно, сделано нижнее левое перо То, на котором располагается двухколодочный тормоз Тектра Я так и не смог понять, почему некоторым юзернеймам не нравятся двухколодочные механические тормоза Я об этом слышал, мне об этом говорили Говорят, что даже есть какая-то мега-дискуссия на эту тему Поэтому, если вы в теме, опять же, призываю под этим видосом высказаться В чем проблема, в чем минус двухколодочных тормозов Потому что работают они очень приятно, мягко Неужели могут быть в этой истории какие-то прям, ну, реальные минусы? Если бы это был какой-то прям совсем китайский-китайский тормоз Я могу, в принципе, во что угодно поверить Но, во-первых, китайские тормоза серьезно выросли в качестве Во-вторых, Тектра это обычно чуть выше, чем привычные китайские тормоза Там низкоценовые В чем, короче, загогулино? При том, что люди жаловались не только на Тектра, но и на ТРП Спайр В чем, короче, дело? Я не знаю Очень постараемся разобраться в этом вместе и посмотрим, что это у нас за такой велосипед У которого рулевой стакан ЗС-44, мать его! Я же ведь прав, тысяча чертей Это же не интеграшка Очень похоже, что не интеграшка И многие вот у нас там под нашими велосипедами постоянно холиварят про 44 стаканы Что это? Зачем это? Да просто это удобный формат Вот, особенно там, когда стакан гигантский, например Ну, согласитесь, выглядит классно, очень органично этой раме Был бы здесь конус с таким размером Ну, не знаю, выглядело ли бы это органично А с точки зрения универсальности коническая вилка сюда залетает Изи, просто изи В стоке здесь идет стальная С прямым штоком, сварным То есть вилка такая самая базовая Хромолибденовая, естественно Но, тем не менее, базовая в плане штока Но не базовая в плане исполнения То есть у нее сквозная ось спереди И довольно большое количество креплений Не назвать его прям бородавочником Но бонок прям от души понаставили Три Сбоку ноги Вот здесь вот Одна боночка И на дропауте сразу две То есть шесть точек крепления на вилке Кстати говоря, опять же, в комментариях призываю Высказаться опытных путешественников Любителей грэвелов А надо ли столько бонок на вилке? Ну, типа, это реально чем-то обусловлено? Прямо вот по-настоящему практичным? Или это все-таки про какие-то тренды? Закончу мысль про дропаут Он литой, либо кованый С той стороны, где тормоз находится И он сделан сразу вместе с флэтмаунтом С точки зрения производства Это прям реально хорошая идея То, что там шов в стык трубы Ничего страшного Потому что литые детали друг на друга надеваются Они варятся вот так вот стык в стык Там внутри есть разъем папа, разъем мама Они вот так соединяются и обвариваются Поэтому не переживайте Скорее всего, будет все окей Сзади, естественно, тоже сквозная ось То есть велосипед на осях Жесткость у него реально серьезная Надо привыкнуть к аппарату И все будет вообще по-кайфу У него баран, естественно, то такой разведенный в стороны У этого руля есть правильное название Которое, опять же, эксперты обязательно сейчас напишут в комментариях Напишите, пожалуйста Тормоза и вообще вся трансмиссия Это микрошифт Соответственно, пистолеты Задний переключатель Это микрошифт Адвентекс А шатуны Чарм Чарм, которые с выносными подшипниками На алюминиевом Неру Вайде То есть хорошая реальная система Уже попробована на огромном количестве велосипедов Я уверен, что можно уже давно все предрассудки По поводу Провил Чарм Или там Адвентекс откинуть Все работает, реально Все работает и вопросов не вызывает Вынос алюминиевый Литой, не очень длинный Ну, то есть такой сбалансированный велосипед Это Ростовка М На М Ростовке реально очень большой стакан Минимум колец под выносом Все очень органично смотрится Большой диаметр нижней трубы Прям такой серьезный Я уверен, что она батированная Так, естественно, чертежей в руках не держал Не могу сказать на 100% Какие здесь используются там трубы То есть мои привычные какие-то вещи Когда там вот есть переход На подсиделе Внешний, да Я знаю такую трубу батированную Я его не могу прощупать Может быть он и есть, но я его не вижу Прям даже если посмотреть То есть батинг, скорее всего, здесь внутренний Либо ступенька где-то я ее не вижу Но, кстати, на велосипеде написано На наклейке, что это Трейл МТБ Это абсолютная ложь Это не Трейл и не МТБ Не знаю, зачем эта наклейка здесь По ошибке, наверное Зажим на болте То есть крепко можно все это дело затянуть Как следует Единственное, что первое время настраивать Может быть не очень удобно Сидушка с таким очень длинным носиком Такая нормальная дорожная Сидушка для долгих поездок Может быть даже Мягковатая на первое ощущение С нормальным алюминиевым Подсиделом Двухболтовая у него головка С настройками, короче говоря, все будет окей На раме сзади Бонок вообще не так много Как на вилке Вот прям сзади На дропаутах есть Литая часть И вот здесь Все То есть тут минимум Есть, естественно, боночка снизу На перемычке И сверху здесь дырка под крылья Под передний переклюк Не предусмотрена проводка Ни внутренняя, ни внешняя Ничего нету Значит, под флягу крепление Здесь-здесь Снизу нет Такой тоже момент, кстати говоря, спорный Но почти на всем современном Есть вот здесь Вопрос в том, что оно с точки зрения Практики эксплуатации Довольно тупо носить флягу снизу Но я, например, думаю, что актуально носить флягу Вот здесь третью Тогда у тебя три чистых крепления Вот, самое нижнее вот это крепление Оно не самое чистое Но туда можно не флягу, а что-то другое повесить, например Если хочется разгрузить там руки, спину и так далее Проводка внутренняя Очень аккуратно обрамлены входы тросов в раму Нравится, как выглядит Сам по себе цвет супер невзрачный Вот так вот смотришь на него Ну прям никаких не вызывает эмоций И я не знаю, хорошо ли это Есть любители лаконизма, минимализма Это тренд и все остальное прочее Ну, очень такой цвет-то спокойный Слишком спокойный На нем тут нанесен какой-то узор Вот здесь вот сверху Который я сначала принял за царапины Вот, но это именно краска Соответственно, логотипы все накрашены, не наклеены Вот, и как бы на этом все То есть супер лаконичный дизайн Прям даже слишком Резина широченная 29 на 2,1 Я немножко здесь поставлен в тупик В некий Из-за того, что это как бы велосипед С короткой жопой на широкой резине Под багажники И это такой, знаете, уже серьезный прогиб в сторону МТБ Наклейка отчасти права Я уже как-то говорю в одном из своих видосов Что современные вот эти гравийники, туринги Они описывают петлю Петлю во времени Они практически полностью уже становятся МТБхами Единственное, что их отличает Это более короткий передний треугольник Или менее длинный передний треугольник, как хотите И руль баран Вот серьезно Поставь сюда обычный руль И у тебя уже МТБ-регит с низкой вилкой Понятно, другая посадка, там другая специфика И все остальное прочее Но если смотреть на компоненты На колеса На оси На шатуны На сидушки, на выноса На все-все-все железо И просто немножко забыть о геометрии То прям практически уже у нас тут найнер Вот так вот Я не знаю, с чем это связано Куда это все катится Но с точки зрения езды по пересеченке Там, где есть какие-то корневые участки Злой рельеф и так далее Конечно, на таких колесах будет по кайфу ехать Реально будет по кайфу То, что 29-й менее маневренные Менее скоростные На ровных участках С такой резиной Это факт Но поддерживать максимальную скорость Опять же, будет на них комфортнее То есть тут Надо четко для себя понять Зону эксплуатации этого велосипеда Куда вы поедете Вот И насколько агрессивный рельеф Вообще для этого велосипеда Агрессивный рельеф Он как бы Будет Плюс То есть комфортнее будет ехать Вот С тряской будет попроще Там и все остальное прочее Потому что на 45-й резине Понятное дело Не очень будет весело Ездить Да С такой резиной будет хорошо Естественно, двойные обода Тоже очень мотэбэшные Крупные Втулки на промах Этноватек Передачи 1.9 То есть это велосипед Не про максималку Скорее А под какую-то хорошую Среднюю скорость На которой можно Ваши путешествия Ваши поездки Осуществлять Вот И Как итог Хочется сказать Что У аспекта реально интересные велосипеды В этом году Прям Куда ни ткни Можно на что-то такое нарваться Любопытное Не без критики Но как бы Критика здесь минимальна В моем случае Я респектую За 44-ю рулевую Я Респектую За Подбор компонентов С учетом того Что это тело получается Недорогой Рама сделана Интересно Такой литой дропаут Я впервые вижу Мне такие вещи Всегда супер интересны Но единственное Что фляга Третья куда-то пропала С этого велосипеда Но это не проблема В любом случае То есть за свои бабки Хороший хромолевый велосипед Очень лаконичный Для тех Кому выделяться Байкам Не нужно Можно выделяться Результатами А можно в принципе Вообще не выделяться И просто кататься по кафе Такие вот дела С вами был Анток Степанов Аспект Тревел 29 Спасибо Пока